К счастью, городская власть адекватно оценивает ту ситуацию, которая складывается с этим бункировщиком и дает себе отчет в том, что необходимо готовить плановый курортный сезон в городе Одессе. К сожалению, тот уровень взаимодействия, который мы видим на уровне совещаний, проводимых в областной государственной администрации, особого оптимизма пока не вселяет ни для нас, как одесситов, ни в целом, как для депутатов Одесского городского совета. Поэтому, со своей стороны, мы однозначно будем настаивать и требовать скорейшего решения вопроса по эвакуации данного объекта, экологически-техногенно-небезопасного для нашего Одесского побережья. И мы надеемся на то, что нас услышат не только в стенах областной государственной администрации, но и в стенах Кабинета министров Украины и других профильных министерств, которые непосредственно отвечают за безопасность мореходства, мореплавания, в данном случае непосредственно в Одесском заливе. Насколько понятно нам сегодня, что это ситуация того, что юридически собственник данного бункеровщика не отказался от него, от этого объекта, но необходимо было бы проявить большее урвение со стороны администрации морских портов Украины сегодня для вынесения и отстаивания своей позиции в судебных инстанциях, для того, чтобы данный объект был признан бесхозным, либо признан тем объектом, который подлежит срочной эвакуации, как объект повышенной экологически-техногенной опасности. Поэтому ситуацию мониторим, насколько нам позволяет степень нашего влияния на этот вопрос. Но смеем убедить одесситов в том, что городская власть предложит максимум усилий для того, чтобы в данном районе курортный сезон открылся в срок, и данный танкер, если не дай бог на тот момент, будет находиться на этом месте, не был легко доступным как детворе, так и людям, отдыхающим на данном известном одесском пляже.